В городе Сочи, где солнце всегда светило ярко и тепло, жили два необыкновенных друга, смелый сурикат по имени Моня и игривый шпиц по имени Степан. Они были лучшими друзьями и всегда искали новые приключения, чтобы разнообразить свою жизнь. Одним ярким летним днем, когда солнце сверкало на гладкой зеленой траве, Моня и Степан отправились на свою следующую экспедицию. В этот раз их приключение заключалось в охоте на кузнечиков. Моня объяснила Степану, что кузнечики могут прыгать очень далеко и быстро, и чтобы поймать одного из них, им придется быть настойчивыми и собранностью. Со звонкими лайками и веселыми криками, они отправились на охоту, Моня вела, а Степан следовал за ней с нетерпением. Они перебирались через камни и густые заросли, внимательно разглядывая каждую зеленую лужайку, в надежде найти свою добычу. Наконец Моня заметила маленького кузнечика, сидящего на краю цветочного куста. Сурикат замерла, словно камень, чтобы не пугнуть кузнечика. Она сделала несколько тихих шагов вперед, наблюдая за своей добычей, и когда кузнечик немного приподнялся, готовясь прыгнуть, Моня быстро бросилась вперед. Удача улыбнулась им, и кузнечик оказался пойман в ее ловких лапках. Моня радостно подпрыгнула, а Степан присоединился к празднику, делая веселые круги вокруг своей подруги. Они решили оставить пойманного кузнечика на воле, и искать новые приключения. Вскоре они нашли еще несколько кузнечиков, и даже сделали маленький состязательный турнир «Кто поймает больше кузнечиков» за минимальное количество времени, при этом они всегда осторожно обращались с ловкими созданиями, и никогда не наносили им вред. Когда их охота на кузнечиков подошла к концу, Моня и Степан вернулись домой, полные радости и удовлетворения. Они поняли, что истинное приключение — это не только в поиске сокровищ и сражениях, но и в общении с природой мелких радостях, которые она приносит. Итак, Моня и Степан продолжали исследовать мир вместе, наслаждаясь каждым моментом и создавая самые яркие воспоминания о своих приключениях в прекрасном городе Сочи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова